Улица Советская в Щелкове – настоящая загадка не только для гостей города, но и для многих местных. Сами посудите. Здание в районе железнодорожной станции Щелково – советское. Музей, казалось бы, на площади – нет, советское. Дом на набережной Риверхаус – тоже советское. Как так получилось? На самом деле улица Советская – живое напоминание о прошлом. Город Щелково с нее и начинался еще в конце 19 века. На правом берегу Клязьмы находилась Мещанская Словода. Улица без названия, просто главная была ее центром. Здесь жили самые состоятельные люди – купцы, фабриканты. Здесь же были сосредоточены все учреждения – магазины, мастерские, общепит. Название «Советское» появилось в 20-е годы прошлого века, как только Щелково стало городом и улицам стали давать названия. От застройки дореволюционного периода в историческом центре осталось значительно перестроенное здание Совета депутатов и здание Историко-художественного музея – бывший дом фабриканта Синицына. Улица Советская была и главной транспортной артерией города. Из центра на юг она доходила до железнодорожной станции Щелково, а дальше, через деревню Хотово, шла дорога на Москву. Место, где был переезд и сейчас легко просматривается. Есть данные, что в этой части улицу Советскую даже называли Московской. На севере Советская заканчивалась у моста на Клязьме, того, который называют старым. Продолжала ее дорога в село Гребнево до революции в центр Гребневской волости Богородского уезда. Два последних здания, имеющие адреса на Советской – это уже упомянутый Риверхаус, на месте бывшей фетровой фабрики, и бывший Медвотрезвитель, ранее одной из зданий фабрики Крауза. С формированием в конце 70-х годов современной транспортной схемы Щелково Советская утратила статус главной магистрали. Улица разбилась на отрезки. Часть поглотил Пролетарский проспект. Ближе к центру улицу перегородила многоэтажка с детской поликлиникой. Часть вошла в состав площади Гелинева, а нумерация оставшихся зданий сохранилась, поэтому Советская – самая длинная улица Щелково. Субтитры создавал DimaTorzok